Мужчине нужно посадить дерево, построить дом, вырастить сына и пройти курс армейской подготовки. Сегодня последний пункт выполнили студенты Казанского федерального. 3 ноября в республиканском центре Патриот для студентов казанских вузов прошла боевая подготовка один день в армии. Основная задача познакомить ребят с армейским бытом, с армейским распорядком и дать им понять, что такое армейская служба. Сейчас, к сожалению, у нас в подготовке к армии в школах уделяется недостаточное внимание. И вот эти ребята как раз те, кто потеряли основу военной службы в школе, и многие из них первый раз держат автомат в руках. Поспать в казарме, отведать армейского обеда и взять в руки настоящий автомат. Многие студенты делали это сегодня впервые, но есть среди них и те, для кого это уже привычное дело. Нет, это не в новинку. Я уже третий год являюсь сотрудником студенческого отряда безопасности Казанского федерального университета. И мы многое уже проходили и многое знаем. Знакомство студентов с воинской службой началось с утренней зарядки, пробежки, упражнений на турниках и брусьях. Все как в армии, пробежать с тяжелым автоматом и прикрыть товарища от вымышленных пульс соперников. Этому учились ребята на занятиях по тактической подготовке. Помимо этого, каждому удалось перемерить на себя и роль альпиниста, научиться завязывать узлы и, не оступившись, взобраться как можно выше по скалодрому. Юные бойцы получили на занятиях и сведения о первой медицинской помощи. Вы виделось ли какое-то желание уже отслужить в будущем? Есть такое желание. У меня было желание. Я вот поступил на военную кафедру Книтукхты. Сейчас я обучаюсь на военной кафедре. Я, честно сказать, люблю точность. Каждый день встать с утра, ложиться спать вовремя. Это мне нравится. Все приблизимо к реальной обстановке и реально у нас просыпается такое чувство отслужить в военных силах Российской Федерации. И возможно, что после такого дня из жизни солдата, желающих отслужить в рядах российской армии, станет гораздо больше. Анна Глузнова, Роман Самарин, Универ Ньюс.